всем здравствуйте с вами елена и канал косметическая кухня бьюр в сегодняшнем видео рецепте я вам покажу простой рецепт тоника для лица с неоцинамидом или другими словами его еще называют витамин b3 а также к нему в компанию я добавила церамиды задача данного тоника для лица будет восстановление защитного слоя кожи а также он будет оказывать успокаивающий регенерирующие и матирующие действия но прежде чем приступить к приготовлению я хотела напомнить что ваш лайк комментарий а также подписка на канал это лучший знак благодарности за проделанный нами труд я уверена что вы поставили лайк поэтому приступаю к приготовлению 100 граммов тоника для этого мне понадобится один простерилизованный стакан емкостью 250 миллилитров весы магнитная мешалка которая осталась за кадром для того чтобы освободить мои руки во время приготовления у меня в стакане уже отмерено необходимое количество дистиллированной воды и в нее я добавлю все сухие водорастворимые компоненты этого рецепта и первый из них это неоцинамид или витамин b3 в количестве три процента или три грамма на сто грамм тоника неоцинамид в косметике для лица восстанавливает защитный барьер осветляет кожу а также оказывает себя регулирующие действия после этого я добавляю пол процента или пол грамма алантаина который в рецепте тоника оказывает смягчающие и генерирующие успокаивающие и матирующие действия и последним сухим компонентом данного рецепта будет концентрат алоэ вера в количестве 0,2 граммов алоэ вера успокаивает снимает раздражение регенерирует кожу а также сужает поры далее я бросаю магнитик стаканчик беру магнитную мешалку ставлю стаканчик и включаю и жду до тех пор пока все сухие компоненты не растворяться в водной фазе затем я возвращаю стаканчик на весы и продолжу добавлять уже все водорастворимые компоненты и первый из них будет комплекс церамидов clr в количестве 3 грамма на 100 грамм тоника комплекс церамидов компании с неоциномидом будет восстанавливать защитный барьер кожи после умывания очищающими средствами более подробно о его волшебных характеристиках читайте на сайте магазина бьюр ссылочку прикрепляем в подсказках затем я введу 3 грамма экстракта критмума морского который богат многими минеральными соединениями и способен оказывать смягчающее матирующее и противовоспалительное действие на кожу после этого я добавлю увлажняющий компонент акваксил в количестве 2 грамма акваксил не только увлажняет нашу кожу но он учит ее удерживать влагу и последним компонентом тоника будет консервант эоксил к 712 в количестве 1 грамм данный консервант имеет эко сертификацию но особенностью работы с ним является то что кислотность готового средства не должна превышать показания 5 и 5 то есть этот консервант работает только в кислой и слабо кислой среде далее снова беру магнитную мешалку и включаю ее буквально на одну-две минутки для того чтобы все водорастворимые компоненты растворились в водной фазе после получения однородной прозрачной жидкости а приготовление тоника практически закончена я достану магнит с помощью специальной керамической палочки и теперь моя задача измерить уровень кислотности данного тоника я получила значение 577 это немного выше чем мне необходимо я хочу получить ph тоника на уровне от 5 до 5 и 5 а для этого мне необходимо взять раствор 50 процентной молочной кислоты и немножко опустить кислотность тоника подробнее как это сделать мы рассказывали в нашем предыдущем видео еще раз хочу повториться и напомнить что ph тоника с консервантом auxil k712 должен быть ниже чем 5 и 5 если ph будет выше данный консервант теряет свою эффективность поэтому внимательно следите за уровнем кислотности всех косметических средств которые вы готовите на этом приготовление закончилось обязательно повторяйте этот простой но действенный рецепт и у вас получится отличный результат удачи приготовления и до встречи на новых мастер-классах пока